Приветствую вас Евгения. Тема ревности всегда очень непростая. Тема ревности всегда достаточно тяжелая, я бы сказал, для восприятия тяжелая, для понимания, вот, зачастую даже сложная для проработки, вот, там еще сложно бывает, очень сложно оболнать какую-то вещь, вот, поэтому, тему ревности я хотел бы начать с, наверное, восприятия человека, вам, то есть, с того, как вы воспринимаете мужчину рядом с вами, с того, как вы его видите, с того, как вам представляется человек, которого вы видите, с того, как вы его воспринимаете, с человека, с которым вы, например, ну, например, в отношениях находитесь. Кто он для вас? Что он для вас значит? Что вы чувствуете к нему? Это очень важно, потому что ревность ревность проистекает из собственнического восприятия человека, понимаете? Ревность проистекает из восприятия того же мужчины, как собственности, как вещи, и из-за этого в большинстве своем появляется ревность на таком вот, ну, в большей степени, сознательном уровне, то есть, если мужчина мой, то, если мужчина мой, если мой, то на него не могут смотреть, там, никакие другие девочки, в принципе, вот. То есть, здесь восприятие партнера, а если восприятие партнера, то и себя, в качестве собственности, то есть, мой мужчина моя собственность. Это, пожалуй, один из первых моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше. Ревность проистекает из неуверенности в себе, из сравнивания себя, с другими людьми. То есть, такой вот ориентир, получается, да? Ориентир на окружающих людей. Себе стоит, конечно, задать вопрос, почему и как я сравниваю себя с другими людьми, почему я сравниваю себя с другими девушками, ну, вот, в данном случае, да? А с чем это связано? То есть, вот, вы говорите, да, что кажется, что все интересные, да? Все красивые, кроме меня. Вот. Ну, это же, я, вот, я не побоюсь этого слова, чучь, потому что, не может быть, все красивее, вообще красивее быть кто-то, кого-то не может о себе сравнивать. Если идет сравнивание, значит, идет обесценивание. Получается, что вы обесцениваете себя, обесцениваете себя как, ну, как женщину, вот, как человека. И у этого есть причин. И вот, то, на что вам нужно обратить свое внимание, вот, это на причине того, что вы сравниваете себя с другими людьми, как вы приходите к тому, чтобы сравниваете себя с другими, как у вас это происходит, как это в голове раздаются подобные мысли, вот. И чего они происсякают эти мысли, вот. Они не плохие, не хорошие. Важно понимать, из чего они практикают. Дальше. Ревность связана с страхом одиночества. Это когда человек боится оставаться наедине с собой, когда человеку плохо наедине с собой, когда человек не принимает себя, ну, не принимает себя такой человек полностью, вот. Он просто не способен себя принять, вот, ему, вот, вот, ему, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, на этот вопрос, почему, да, вопрос, почему, не вот, не вот, не хорошо, самому собой, самому собой, потому что нет навыка погружаться в свой собственный внутренний мир, его нужно принять, да, нужно избавить этот мир от оценочных каких-то суждений, да, от оценки морали, вот, ну это какая штука. А это, это всё не получается, на самом деле это всё не получается, потому что человек, вот, ориентирован на других людей, ориентирован такой человек, человек на других людей. То есть, понятно, да, страх одиночества. Ну, иногда бывает так, что страх одиночества происсякает потому, что, ну что, человек в детстве сейчас оставался один. Вот, сейчас оставался один, а, и, оставляясь один, а, человек думал, что его наказывают. А, ну, за что-то. Он считал, он считал, что, его пытаются наказать. Вот. Ну, а то, что, то что-то не так, да, то что, ничто, всяко, наказать не пытается, но это уже, в общем, никому, никому не нужные детали. Вот. Ну, дальше идём. Реальность. Происекает из-за нереализованности. То есть, если я не раскрываюсь, если я не чувствую себя значимым, если я не чувствую себя важным, то, я буду нуждаться в другом человеке, который подтвердит, что я буду нуждаться в другом человеке. Моя ценность, сам изделялся, не раскрывалась. И, соответственно, начинается заявительность. Дальше. Дальше. Эм. Реальность. Происекает из, эээ, отсутствия, то есть, потребности контроля. То есть, я назову свой дом, чтобы контролировать, допустим, вот. партнером своего, эээ, потому что не чувствую себя в безопасности, к примеру. А в безопасности я себя не чувствую. Потому что, эээ, не имею личных границ. То есть, эээ, тот, кто ревнует, всегда хочет, эээ, слиться с человеком. И личные границы для ревнивца, эээ, они крайне нежелательны, они крайне опасны. Опасны, они угрозы представляют. Вот. А где-то проблема личных границ. То есть, проблема отделения, проблема отделения, эээ, себя от другого человека. Тоже очень важный момент, потому что, если, ээээ, себя от человека не отделять, да, если личных границ не будет, то, собственно, в основе люди будут в отношениях сами с собой. Потому что происходит растворение. Ну, друг к другу происходит растворение. Присходит растворение друг к другу. Вот. И естественно, естественно. Естественно. Ам. Хорошего ничего в этом нет и быть не может. Потому что, ну, самобытность свои люди защищают. Вот. Вот, эээ, здесь, эээ, есть, уверенно себе, да, самооценка заниженная, там, в общем, в общем и целом. Эээ, понятно. Эээ, в общем и целом, в общем и целом, это вполне, эээ, здесь, эээ, логично. Ээээ, этим нужно работать. Ну, и в семье, у ревнилого человека, эээ, в семье, ээээ, как правило, присутствовал негативный опыт с изменами. Вот, 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 кто-то кому-то изменялся. Эээ, и, эээ, человек, ну, в данном случае вы, эээ, ну, как-то вот очень негативно, что ли, эээ, воспринял, эээ, данную ситуацию, да, негативно воспринял. Ээээ, вот, вот эту, эту негативно воспринял. Ээээ, у нас вот, и, эээ, опасается теперь, боится, боится теперь, боится, боится. Боится, что это будет, собственно, ну, повторяться, да. А, вот, боится, что это будет повторяться, боится, что, эээ, что такое случится. Ээээ, ну, еще, вот, еще раз. Опыт есть, страх есть, ээээ, поживания нет. Ээээ, ну, ну, ну. Ээээ, что можно, эээээ, порекомендовать. Эээ, порекомендовать можно, эээ, вот, для начала. И что вас с мужчиной объединяет? То есть, а что общего называемого? Что вы хотите для мужчин? Именно для него, не для себя. Дальше. Все, что вы хотите ему дать? Давайте, все, что у вас есть, это вы хотите ему дать. Но только то, что не поражает каких-то ожиданий от него. Чтобы не издал от него ничего вынуть. Вот. Это очень важно. И обратите внимание на те вещи, которые я сказал. Ревность это история, которая сама по себе, к сожалению, не проходит. Вот. Ревность это то, что сама по себе, к сожалению, не исчезает. Ревность это то, что только лишь прогрессирует со временем, если не заниматься терапией. Вот. Если, ну, если, если не, работать с ней. Бороться с ревностью не нужно. Самое, что ревность свидетельствует о том, что вы не удовлетворены, что есть вещи, которые, ну, которые вас беспокоят, которые вас волнуют, нервируют и прочее. Ревность это то, что составляет, вот на данный момент, то, что составляет ваш, такой, своего рода, ну, потенциал, если угодно, но потенциал для роста, личностного роста. Это очень важно. Чтобы вы этот момент, эм, для себя, понимали, да, чтобы вы его, эм, держали на своем сравнении в своем. Ну, вот. Потому что, эм, ну, мне просто не нужно думать, да, эм, что эм, что эм, что эм, как, вот, само собой образуется, эм. И вы просто можете побороться ревность. Ну, если вы сами подумаете, откуда она возникает, да, то есть вот почему вы, эм, сравниваете себя с другими, ну, с другими женщинами, например, да. Эм, с чем это связано. Эм, если вы подумаете об этом, если вы поисследуете это, вот, просто сами сюда поспрашиваете, вы увидите, что, эм, вообщем-то, эм, мужчина, он, эм, для вас, мужчина, эм, ну, выглядит как, вы знаете, как некий пристав. Вот, вы говорите, что, кажется, что я не достойный этого мужчины. Да, вот, кажется. Ну, соответственно. Вот это как вопрос, да, а кто достойный? Или, если вы считаете, что вы не достойный? А, мужчина, эм, считает, что достойный, потому что он с вами. То, получается, что? То вы, эм, обесцениваете, эм, его выбор. Получается. Получается, что вы обесцениваете его выбор. А, вот, ну, в смысле, его выбор, эм, быть с вами. Вот. И, это вопрос, это вопрос, это вопрос, это вопрос, к вам, это вопрос, эм, к тому, что он для вас, значит, помните, вот, я спрашивал, ну, вот, в начале задавал вопрос, а, э, что для вас, мужчина? А, вот, это как раз, э, история об этом. Это все равно, что для меня мужчина. А, вот. И, соответственно, с этого нужно начаться. Вот. Идеальный вариант будет терапия. Идеальный вариант будет, эм, вот, фиксация на, собственно, собственно, и только вашей проблематике, и, э, вот, в какой-то степени, эм, от, от, ограничения, да, эм, вот, своих проблем, вот, вот, проблем, там, ну, чисто мужчина. Вот. А, вот такой вот, такой вот ответ я могу вам дать. Эм, на этом все, я надеюсь, что помог, если понравился мой ответ, буду благодарен, э, за его оценку, э, качестве. Э, лучшего я вам, э, желаю всего самого, э, доброго, удачи, надеюсь, э, что, э, ситуация разрешится самым, лучшим для вас об этом. Субтитры сделал DimaTorzok